МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом времени аварийно-диспетчерская служба очистит трубы и выяснит причину подтоплений. Помимо этого, он отметил, что при необходимости будет подключаться к решению проблемы лично. По поручению временно исполняющего полномочия, инженерные сети у дома передадут на обслуживание ресурсоснабжающей компании. Иван Носков в выходные также встретился с инициативной группой, которая много лет отстаивает лесопарк 60-летия советской власти. Несмотря на наследие 90-х, частично проданные участки, более 120 гектаров парка вместе с уникальными растениями и живностью жителям удалось отстоять. Парк запущен, хотя признаки еще советского благоустройства видны. План на самое ближайшее время убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства. Стадион «Заря» в советском районе нужно приводить в порядок, заявил исполняющий полномочия главы Самары. Стоящий рядом ФОК университета недостаточно вместителен, чтобы принять всех желающих заниматься спортом. Проект будущего спортзала со стадионом, трибунами, уже проходит экспертизу. Следующий шаг – выделение финансирования на его возведение. Что касается Дворца культуры, на площади Кирова – это объект культурного наследия. Там восстановили уникальные элементы, включая мозаику, но ремонт нужно завершать полностью. Многое уже сделано, но есть работы, которые не были изначально учтены. Допработы в стадии проектирования и проверки. Вратарь крыльев советов Иван Ломаев получил травму в матче с Ахматом. При отражении пенальти футболист вывихнул плечо. Прямо на поле клубные медики вправили сустав. Обошлось без переломов. Иван пройдет обследование, после чего ему назначат лечение. Уточнили в пресс-службе Самарского клуба. В перестановке в правительстве региона в рио министра здравоохранения Самарской области назначен Сергей Вдовенко. Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина покидает свой пост по собственному желанию. Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель региона, вместе с Антоном Алихановым они проведут комиссию Госсовета по направлению промышленность. Также Вячеслав Федорищев обсудит привлечение финансов в область с заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и помощником президента Алексеем Дюминым. Помимо этого губернатор встретится с потенциальными инвесторами и федеральными министрами. Стала известна новая схема мошенничества со звонками о доставке с почты. Аферисты предупреждают жертв о необходимости получить заказное письмо или посылку. Попутно просят продиктовать код из СМС. Как уточнили в Пресс-службе Почты России, сотрудники компании никогда не просят диктовать цифры из личных сообщений. Преступники также могут звонить под видом работников энергосбыта или поликлиники. Данный код открывает доступ к личному кабинету на госуслугах. Получив его, мошенник сможет вывести денежные средства и воспользоваться паспортными данными.